Всем привет! Сегодня мы с моей свекровью будем печь крисмас кейк, рождественский пирог. У нас уже готова цедра апельсина, она тертая. Высыпаем в мисочку для теста стакан сахара. Вот это видите, это глико порезанное кусочками. Оно стекало с вчерашнего дня, она его сушила специально, чтобы оно не было таким, знаете, слишком мокрым, его нужно просушивать. Я вижу тут разное глико из грецких орехов, из кожуры померанца, айва, инжир даже есть. В принципе, это глико можно заменить и цукатами. Я как-то делала рождественский пирог, заменила цукатами, правда, они были немножечко жестковатыми, в отличие от глико. В магазинах специально продаются вот такие наборы. Так вот, вот этих кусочков глико нужно 2 стакана для одного рождественского пирога на наш рецепт. Так, сейчас вбиваем яйца. Пять яиц нам нужно вбить. Яйца, сахар и цедру вливаем миксером. Вливаем 3 четверти стакана растительного масла. Высыпаем глико в муку. Муки у нас здесь было 3 стакана. Муку изначально нужно смешать с разрыхлителем. Три ложечки разрыхлителя положили туда. И один стакан орешков. Это у нас орех пекан и миндаль измельченные. Крупными кусочками. И вот теперь муку, глико и орехи перемешиваем. Две с половиной жменьки изюма всыпали. Вливаем полстакана водки или коньяка. У нас водка. Теперь высыпаем сыпучие ингредиенты в мисочку с жидкими ингредиентами. И перемешиваем большой деревянной ложкой. Вливаем стакан апельсинового свежевыжатого апельсинового сока. Мы решили добавить еще немножко муки. Где-то полстаканчика или может быть треть стаканчика. Форма у нас вот такая, с высокими бортиками. Смазали ее маслом сливочным. И посыпали мукой. Духовку разогреваем, чтобы побыстрее на 200 градусов. Потом сократим чуть-чуть. Выливаем тесто в форму. Духовка разогрелась. И ставим наш Christmas cake в духовочку. Му-м. Орео. Пособа атмосфера, сели. Катоним 25. Ставим на 175 градусов. Пособа липта, сели моя ора. Моя ора, нет. Ааа. Свекров говорит, нужно выпекать один час. Все, засекаем время. И где-то через час он будет готов. Прошло 50 минут. Мы сейчас сделали температуру чуточку поменьше. Вот видите, как он смотрится красиво. Он уже практически готов. Но еще немножечко надо. Из-за того, что там внутри много начинки. Халон. Халон. Стернов. Странчез. Прошло где-то час 10, час 15. Занесли в духовку. И оставляем пирог в духовку. Оставляем пирог остывать. Сейчас уже вечер. Завтра утром будем украшать. Утро следующего дня. Я пришла к свекрови, чтобы завершить работу над нашим Christmas cake. Уже приготовили сахарную пудру. И сейчас будем готовить белую помадку. Нужно 2 стакана сахарной пудры насыпать в мисочку. Нам еще понадобится 1 лимон и нектар померанца. Вот так он выглядит. И льем где-то 2-3 ложечки нектара померанца. Решили добавить еще чуть-чуть и нектара, и сахара. Замешиваем полужидкую помадку. Это примерно такое, как на Пасху. Должно быть не слишком жидкое, чтобы не растеклось потом. И выливаем на пирог. Помадка эта имеет такой своеобразный, очень приятный запах. Благодаря нектару. Этот рождественский торт очень красиво выглядит в разрезе. Он будет как мраморный, как мозаика. Зикар сейчас аккуратненько разравнивает помадку. Говорит, что завтра она полностью застынет. Будет практически твердая, как камень. Обычно этот пирог еще и украшают разными пластмассовыми маленькими игрушечками. Очень похоже на Пасху. И, кстати, очень вкусный этот пирог. Просто обалдеть. Кто не пробовал, советую всем попробовать. Будьте на Кипре, обязательно купите ингредиенты, которых не бывает в вашей стране. Потому что, я думаю, такой пирог стоит все-таки хотя бы раз испечь. Смотрите, вот такие маленькие игрушечные, пластиковые, видите, декоративные элементики. Завтра, когда наш Christmas cake застынет, точнее его помадка, мы украсим его вот этими красотами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова